Ашан начал продавать комплексные тележки с сахаром, гречкой, подсолнечным маслом, макаронами и туалетной бумагой, когда пишет, пока дураки сходят с ума, умные делают деньги. Я, 2020 год, полный отстой, хуже уже точно не будет. Апрель. Что, в апреле будет плохая погода и пасмурно? Эксперты предупреждают, что спортзал является благоприятной средой для распространения коронавируса. Когда пишет, вот именно, поэтому я избегаю их уже 20 лет. Здоровье прежде всего, знаете ли. Заранее избегал, даже когда коронавируса не было. В океане нашли Патрика. Когда пишет, я так и знал, что он существует. Студент. Сорян, я забыл домашнюю работу дома. Препод. Ещё неделька такой паники и членский. И чел... Членский завод. Я сказал членский завод, господи. Как может быть членский завод? Спокойно, спокойно. Челнинский завод, да. Челнинский, друзья мои, не членский. Туалетной бумаги. Сможет купить Татнефть, Таиф и КамАЗ. И Газпром на сдачу. Модные тренды в мире. Январь, февраль, март. В Чикаго закрыли аквариум из-за карантина. Поэтому сотрудники дали свободу пингвинам, которые теперь превратились в посетителей. Ходят, рассматривают рыб. Ковальский, проанализируй. Сценарий для зомби-апокалипсиса. Главные герои шарятся по заброшенным домам в поисках еды и медикаментов. Но находят везде только туалетную бумагу. И гречку. Чуть-чуть. Внимание, сегодня с 23.00 до 5 утра со спутника лазером будут замерять температуру и население. Просьба возможности стоять у открытого окна лбом по направлению к звездам. Позвонили прямо с МКС. Я тут видел, как Элон Маск спутники запустил. Прямо над Козельском у нас летели. Штук 30, наверное, а то и 40. Вся жизнь кастрюля с пельменями. А ты в ней вывалился на пол и отдан коту. И такой с волосами и с пылью лежишь. Фу. Кто-то запасается всем, что попадается. Например, молоком. Молоко же может скиснуть. Хотя нет, есть такой молоко, который может стоять долго. Всякая там химозная. Милая девочка с коляской или всё-таки одноногая убийца с автоматом? Это пишет, а как теперь перестать это видеть? Друзья, вы кого видите? Напишите в комментариях, кого видите? Я теперь вижу и правда убийца с автоматом, блин. Пиратка какая-то. Миф. Употребление пива приводит к ожирению. Правда. Пиво низкокалорийный продукт. К ожирению приводит жирная закуска. Кто-то пишет, фу, я не закусываю. И да, друзья дорогие, вышла сегодня моя книжка. На Литресе только из-за карантина. По ссылке в описании можно скачать Светлого Человека. Кому понравились мои предыдущие книги. Вот, пожалуйста, приобретайте новую. На Литресе. Больше пока нигде нет её и когда будет не ясно. Бумажная версия выйдет, наверное, когда закончится кризис. Но электронную версию можно скачать куда угодно. На книгу, на телевизор, на душ, на планшет, на айфон ваш или не айфон, что у вас там. Короче, качаем, читаем и пишем своё мнение. Понравилось, не понравилось. Ну, а мы продолжаем мемасить. Правда или действие? Действие. Закажи мне пиццу. Как я сам до этого не догадался. Ты начал удаляться. Да ну, ерунда, с чего ты это взяла? Ты купил этот стол. Красивый стол, чё ты? Этот парень проехал более 2000 километров, чтобы скупить. 17 тысяч бутылок антисептика для рук и салфеток. Но теперь он не может найти покупателей. Ха-ха. Да, куча народу, которые думают, что они за каким-то хреном вдруг предприниматели, бизнесмены и знают, что делают. Вот это вот, ну как бы, зачем? Если ты помнишь это, тебе пора на пенсию. Кто-то пишет, я её ел. Вот вся эта паника с покупкой товаров в первой необходимости доводит до того, что становится стыдно их покупать, даже учитывая тот факт, что дома они закончились. А вдруг ты подумаешь, что я долбанутый? Я просыпаюсь. Моя девушка через коротенькое время. Так и будешь весь день сидеть и ничего не делать? Найди себе работу. Сосиски моей семье в кишке. А где твоя семья? В кишке. Ха-ха. В условиях чрезвычайной ситуации или массовой паники у большинства населения попеременно включаются две модели поведения. Первое сидим-пердим, второе бежим морём. Когда сидишь кинотеатр и кто-то проходит мимо тебя. Ну вот, типа ноги поднял. Я сначала подумал, что он с мамой. Жерар Депардье, мама... Ну вообще да, он похож на маму вполне себе, чё. Блин, Депардье высокий, смотрите какой, ничего себе. В Депардье метр два, наверное, будет почти. Ну метр девяносто он точно, потому что Валуев там два восемьдесят, ладно, шутка, шутка. Соляра есть? А если найду? Как всё починить? Это двигается... В общем, поставьте паузу. Ну, факт в том, что мы приходим либо к ВДХе, либо к Сизоленте. Пишет, твою же мать, это инструкция по ремонту всего на свете. Хорошая новость, из-за коронавируса отменили плату за квартиру и ЖКХ. Ну не у нас, а во Франции. Ну а что нам мешает порадоваться за французов? Ну серьёзно, ну чё, мы же не должны как бы только злорадствовать. Надо и по-доброму радоваться за других. Мамма миа, это уже слишком. Да, согласен. Ананасы, ладно, ещё терпели. Кстати, я люблю сананасовую пиццу. Но, блин, киви и ветчина, или киви и курица, это уже странная хрень. Учебные заведения закрывают на карантин. Теперь обучение дистанционное по видеосвязи со всеми учащимися. Во время общих трансляций твоя мама орёт на тебя и всё это слышит. Батя проходит мимо веб-камеры в трусах, издавая отрыжку и пердёж. Или бухой садится и начинает что-то доказывать кому-нибудь. Вы только представьте, как в декабре итоги года проводить прикольно будем. Есть, останется у живых. При пожаре отломить на себя. Не ломать. Непроходимый квест. Вот он, первый, которому не досталась туалетная бумага. В какие ценные бумаги лучше сейчас ложиться? Зева и Зева Плюс. Когда вы читаете книги по саморазвитию, имейте в виду, что гараж, которым начинал Стив Джобс, выглядел так, как слева, а не так, как справа. Кто-то пишет, в гараже справа, он бы спился. Слышь, ты кто по жизни? Салаты с леклой и сыром, и чё? Кстати, смотрите, пишет чувак с ником ЧО. Ну, ЧЕ, ну, неважно. Можно две точки поставить, будет типа ЧО. ЧО Гевара. Английский, эээ, что? Ээ, ой, господи. Пожалуйста, не надо, я... А как это прочитать, правда, ки-юй, ки-юйе? Напишите транскрипцию, пожалуйста, в комментариях мне. И лайк поставьте. Ну, просто так, чтобы погода стала хорошая, например. А то вот из-за твоего непоставленного лайка будет погода говно всё лето. Так что давай, лупи лайк просто. Секи, хлещи лайками во все стороны. Не волнуйся, мой хороший. Мы почти приехали. Господин Фродо, мы почти дошли. Это 10-ти ряда. Я прочитал Аквалор сначала. Алковар, господи. Ну, типа Аквалор, там вот фильтр, как он там называется, чё-то это... Хрень такая, на кранше ле-ле-ле-ле-ле-пица. Учитель, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я. Отличная работа. Мистер 2020. Почти 2033. Серьёзно, люди в противогазы ходят по улице? Ну, тогда надо прийти домой, раздеться, одежду всю в стиралку. Сам в ванну всё смыть, измыть себя и стереть просто мочалкой до дыр. Потом противогаз тоже и стереть, потом его снять. И тогда всё будет хорошо. А то ты домой пришёл грязными руками или там куртку повесил, на которой может быть инфекция, и такой довольный, типа Ооо, Ооо. Ну, я когда довольный, я так всегда делаю Ооо. Ладно, продолжаем. Бунтарь. Это внук Дэнни Треха и Чака Норриса. Или их сын. Хотя нет, у них не может быть сына. Чё я говорю. Да простят они меня. Чёрная дыра в центре нашей галактики становится всё более активной. 2020 уже как бы намекает, что нам всем... Ээээ... Половой орган. Скажите, а фарш свежий? Ещё с утра на мотоцикле катался. Парни, ха-ха-ха-ха-ха, дявочки плачут из-за каждой мелочи. Также парни когда забыли сохраниться в игре после трудной миссии. Пишет, и это по-вашему мелочь? А чё, сейчас в играх бывают трудные миссии? Не, ну есть... Ладно, ладно, ладно. Ладно, 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 есть хардкорные игры. Но так, большинство своём, игры обычно специально делают лёгкими, чтобы их прошли быстрее, наверное. Актёр Том Хэнкс и его жена прошли курс лечения после заражения коронавирусом и теперь их жизни ничего не угрожает. Наконец-то хорошие новости. Спасибо, господи, а я чё-то не припомню. По-моему, сколько вот из знаменитостей не заражается коронавирусами, все вылечивались. Не, я только за, о чём очень хорошо. Надоела эта паника с коронавирусом. Какая паника? Никой паники нету. Да, но давай на всякий случай закупимся макаронами и тушёнкой. На какой такой случай? На случай, если нам захочется макарону с тушёнкой. И тут я понял, что детство кончилось. Может быть, ты просто... У тебя кость широкая. Когда откормила своего мужика, и теперь спокойно, что он тебе точно не изменит, потому что он такой нахрен никому не всрался. Отдохни от мемов про коронавирус. Это детёныш гиппопотама. Какой милый. А вырастет просто огромное... Милое создание тоже, да. Ждали? Наконец-то дождались. Граждане освобождаются на три месяца от погашения кредитов и уплаты налогов. Единственный нюанс. Граждане Чехии. Из-за чехов мы тоже рады. Но какая разница, мы или они... Пускай они, подумаешь. Кхм, я шучу. Ставлю дом. Тачку и два с половиной миллиона долларов. Уравниваю. Мужчина с интересной фамилией Стакан и прекрасным чувством юмора назвал детей Рома и Джина. Стакан Рома и Стакан Джина. А у него батя, видимо, когда-то поменял фамилию на Стакан, наверное, тоже по приколу, потому что батю звали Рома. Ну, к примеру. Я после универа. Устраиваюсь на работу. Работодатель. У вас есть опыт? Я. Я только учёбу закончил. Работодатель. Пошёл нахрен отсюда. Препод. Тест не будет сложным. Тест. Вопрос 38. Что такое микрофон? Да нет. Да. Микрофон это что-то такое. Наверное, так надо было ответить. Как будем стричь? Давайте под ноль. Лол, так это моя коронная. Мем смешной, ситуация страшная. Да нифига не под ноль. Какой под ноль нахрен там? Вы что? Зачем так всё усугублять? Нет. Сходство один в один. Сижу за компом, никого не трогаю. Мастерю всякое добро. Приходит жена с улицы. Сейчас возле нашего дома врачей видела. Нарядные такие красивые и с чёрными клювами. Наконец-то появились. Мне подумалось, что врачи с клювами возле дома это не очень хороший знак. Скорее даже наоборот. Кого-кого видела? Грачей! А, я-то уже себе надумал. Действительно важный протест. Родственники, вайбер не для открыток. Вот, да, кстати. Постоянно приходит этот вот пересл... Пере... Ээээ... Сланное... Пересланное... Перешлённое сообщение. Пересыльное. На разные праздники. Это такой бред. Ну, хочешь меня поздравить? Напиши мне сам от себя. Не надо мне пересылать все эти формальные открыточки, блин. Кадрок подколол тебя, а ты в ответ подколол его еще жестче. Не с тем связался, лошок. Самоизоляция это. Обычный человек. Так, сейчас настрою удалённый доста. Буду работать, чай пить, сериалы выбрал. Кино посмотрю, книги почитаю, лайтовые такие. Лайтовый такой апокалипсис. В кубе почитаю, он хотел сказать. Но он не лайтовый, он нормальный. Ладно. А сосед с перфоратором. Это не меня заперли с вами. Это вас заперли со мной. Это я сейчас играю в Resident Evil в третий. И вот там их заперли со мной. Потому что я хожу и просто крошу налево и направо бедных зомбарей. Ну серьёзно. Просто их так жалко, они ничего сделать не могут. А ты просто их мочишь, как лохов. Фейковая информация. Мамы и бабушки, what's up? Да, есть такое дело. Неужели мы когда станем старыми, мы тоже будем наивные? Мне нужен такой 3D-пол. Когда приходишь на работу после праздников. Делайте вид, что работаете. Ведётся видеонаблюдение. Попробуйте относиться к карантину, как к Новому году. А это всё праздничная суета. Люди спешат купить продукты к столу, президент обращается ко всем с пожеланиями. Все хотят провести эти дни с семьёй, на работу никому не надо. Карантин на позитиве. Я не знаю, я живу как жил. Пишу книги, снимаю ролики, пилим музло и делаем игру. Уже почти что сделали первую локацию с первой сценой. Надеюсь, к концу года игру-то делаем. Микроволновка начала 20 века. Классная, слушайте, классная штука вообще. А если бы вы оказались перед величайшим мудрецом мира, способным открыть вам любую тайну вселенной, и что бы вы у него спросили? Я бы спросил, нужно ли выбирать квадратики со столбами от светофоров, когда Капча просит вас отметить все светофоры. Кстати, да, хороший вопрос. Ой. Блин, у меня походу сопли куда-то вылетели. Шучу, ничего не вылетело. Блин, надо вытереть сопли. Сотрудник обувного магазина, как ты себя в них чувствуешь? Дружище, шестилетний я в новых кроссовках. Я быстрый, я очень быстрый. Что я сказал в споре, что я потом додумал дома, просто жиза. Да, я тоже не умею на ходу вот это вот все. Мне сложно вообще, надо сесть, сосредоточиться. Но потому что я привык свои мысли вот формулировать как-то, не знаю, на бумаге, например, а не так вот сходу. Импровизация не мой конек. Министр Белуджистана отсутствовал на пресс-конференции, поэтому его прифотошопили. Кто-то пишет, выглядит как босс в игре. Опытный продавец. Может определить, подходит ли вам вещь? Покажите примерочное. Опытный продавец в сумме. Может определить, подходите ли вы для вещи? Покажет, где выход. Жалкий нищеброд. Ходит он тут, греется. В природе самцы всегда красивее самок, вот поэтому люди придумали косметику. А что? Да, согласен, вполне. Почему бы нет? Ну, потому что, наверное, самец должен привлечь самку, поэтому ему нужно быть красивым, потому что самка выбирает. Друзья, не забудьте, на литресе вышла моя новая книга. Вот сегодня буквально, или вчера, не знаю. Ну, короче, сегодня пусть будет. Смотрите, когда ролик выйдет. Можете уже прочитать. И там есть ознакомительный фрагмент. Это треть книги почти. Ладно, не треть, 20% точно. В общем, скачивайте книжку себе куда угодно. Серьезно, там куча форматов. Куда можно скачать? В каком формате угодно? Куда угодно? Что угодно? Ссылка в описании. Спасибо за просмотр. И всем удачи. Хорошего настроения. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok